Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. С этой минуты знакомые дети превратятся в море соблаза. Пойман, не вор. 2006 года. История крутого полицейского, детектива Фрезьера, который сталкивается на узкой дорожке с хитрым грабителем банков Долтоном. Их противостояние выливается в напряженную драму захватом заложников. По мере того, как развивается эта игра в кошки-мышки, на горизонте появляется еще одна загадочная фигура. Брокер Мадалина, роль которой в разворачивающихся событиях остается до поры до времени совершенно непонятной. Мадалина вносит еще больше хаоса и нестабильности в и без того чрезвычайно хрупкую ситуацию. Росовая пантера. 2006 года. С руки застреленного легендарного футбольного тренера исчезает огромный бриллиант, известный как Розовая пантера. Расследование инцидента поручается случайно оказавшемуся на месте преступления. Не дотерпе инспектору Клузо. Город Грехов. 2005 года. Город Грехов – это адская бездна преступлений. Один из его жителей пытается найти убийцу своей подруги, другой – фотограф, случайно становится свидетелем убийства полицейского и старается скрыть преступление. Спуститесь по глухому переулку города и вы найдете кое-что еще. В городе Грехов полиция коррумпирована и улицы смертельно опасны. Счастливое число Слевина. Слевину не везет. Дом опечатан. Девушка ушла к другому. Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и предлагает Слевину пожить в пустой квартире. В это время крупный криминальный авторитет по прозвищу Босс хочет рассчитаться со своим бывшим партнером Рабби за убийство сына и в отместку заказать его наследника. Компания студентов решила провести каникулы, путешествуя по Бразилии. Экзотические пейзажи, красивые животные, интересные встречи – ничто не предвещало беды. Неожиданно у затерянного острова, близ бразильского побережья, их автобус терпит крушение. И молодые люди остаются один на один с джунглями. Труднопроходимые тропические леса хранят свои секреты. Туристы становятся жертвами кровавых экспериментов с осекреченной военной группы. Ультим Борна Он хотел одного – исчезнуть. Вместо этого за Борном теперь охотятся люди, которые сделали его таким, какой он есть. Он потерял память и человека, которого он любил. Но его не удается сдержать даже новому поколению профессиональных убийц. У него только одна цель – вернуться к началу и узнать, кем он был – Джейсон Борн. Он мечется от Москвы к Парижу, через Мадрид и Лондон, в Танжере, Нью-Йорк, пытаясь раскрыть последние загадки своего прошлого, в то время как правительственные агенты и Интерпол пытаются помешать ему восстановить всю картину до конца. Престиж 2006 года Роберт и Альфред – фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже 19-го и 20-х веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей. Иллюзионист 2006 года Вена. Начало 20-го века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхамом. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся не иначе, как волшебством. Слава о необыкновенном чародеи доходит до кронпринца Леопольда, который почтил своим присутствием одно из представлений Эйзенхама. Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи. Ее появление в зале дает толчок для целой вереницы необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое. Кот да Винчи 2006 года Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подозревают в чудовищном преступлении, которого он не совершал. Лэнгдон знакомится с криптографом парижской полиции Софи Ньове и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая может подорвать могущество католической церкви. Роберт и Софи должны это сделать до того, как их схватят блюстители закона или остановят противники, готовые на все ради сохранения великого религиозного секрета. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!